В данном уроке история Иосифа иллюстрирует, как страдания воспитывают зрелость, необходимую для управления, и как они проверяют нашу уверенность в верности Бога. Добро пожаловать на курс Неотступный. Сегодня мы находимся на 10-м уроке. Вы можете поверить в это? Уже 10-й урок. Все очень рады. Данный урок называется «Высочайшая форма противостояния». И мы рассмотрим материал из главы 14. Вы можете присаживаться, и мы сразу приступим к уроку. Он очень интересный. Я хочу начать данный урок, представив настоящую войну. Предположим, что страну завоевала жестокая армия и держит ее в оккупации на протяжении многих лет. Чтобы освободить страну, нужно не только сразиться с врагом в открытом бою, как мы говорили на прошлом уроке, но нужно еще и уничтожить созданные ими оплоты. Иные поля, стены, крепости и многое другое. Но одним из самых труднопреодолимых оплотов является извращенный и нечестивый образ мышления. Привитый жителем оккупированной страны. Такое сопротивление нельзя преодолеть в открытом бою, поскольку оно имеет психологическую природу. Если не вести войну на этом участке, тогда любое сражение в конечном итоге будет проиграно. На данном уроке мы рассмотрим этот вид противостояния. Как и в непосредственном сражении, в этой сфере борьбы нужно быть очень твердым и неотступным. И в противном случае любая форма борьбы будет бессмысленной. Апостол Иаков подчеркивает этот аспект войны, когда говорит, «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас». Иаков открывает основной метод борьбы с дьяволом. Это подчинение Богу, жизнь в постоянном послушании ему. Поступая так, мы приносим его принципы и образ жизни в извращенные области. Абсолютное послушание — это ключевой метод борьбы с твердынями и атаками врага, и достижение нового уровня власти. Еще раз прислушайтесь к 2-му посланию к Коринфянам, глава 10-я. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Имени спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое помышление в послушании Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится». Здесь содержатся ключевые утверждения. Твердыни — это мыслительные процессы, мышления, рассуждения, интеллектуальные взгляды, представления и так далее, которые противоречат знанию и мудрости Божьей. Сюда же относятся все виды зависти, ревности, жадности, эгоизма, манипуляции, похоти, ненависти, вражды, обольщения и так далее. Это отношение и ментальность противоречат истине и создают конфликт. Как написал Павел, наше послушание дает нам силу избавляться от этих форм непослушания. Как говорилось ранее на этом курсе, наш уровень авторитета и власти растет по мере того, как мы преодолеваем испытания. Иными словами, мы растем в нашем управленчестве. Возвращаясь к увещеванию Петра вооружиться, мы понимаем его слова намного лучше. Петр говорит, «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей». Петр говорит, что перенесший страдания перестает грешить. О чем он ведет речь? Он говорит о возрастании в духовной зрелости. Я должен сделать это утверждение. Большинство из вас знают это, но, возможно, не все. Когда мы рождаемся в Царство Божье, мы не рождаемся взрослыми духовно. Мы рождаемся младенцами. Мы переходим из детства к зрелости в духе. Писание ясно говорит об этом. Что касается младенчества, Библия говорит, «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Он обращался к взрослым, когда писал это письмо Коринфянам, но сказал им, «Вы все еще младенцы». Автор послания к евреям сказал, «К этому времени вы уже должны быть зрелыми, но я должен снова кормить вас молоком, потому что вы еще младенцы». Петр говорит, «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко». Что касается детства, то Павел пишет в послании к ефесянам, «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения». Теперь Павел говорит о нашем развитии как детей. Вы слышите меня? Если посмотреть на апостола Иоанна, то он делает то же самое. Он говорит, «Сие пишу вам, дети». Затем он говорит, «Пишу вам, молодые мужчины и женщины». А затем говорит, «Пишу вам, отцы». Он ведет речь о формировании нашего духа. Вы слышите меня? Что касается взрослости, то в первом послании к Коринфянам 14.20 Павел говорит, «Братья, не будьте детьми умом, на злое будьте младенцами, а по уму будьте совершеннолетними». Он говорит о том, что нужно быть взрослыми во Христе. Вот что важно во всем этом. Ребенок реагирует так, как был научен. К сожалению, это может быть дурным и хорошим. Ребенок очень уязвим, легко попадает под влияние, которое может оказаться дурным. Взрослый человек чаще всего отдает себе отчет в действиях. Нас призывают расти, чтобы мы тверже стояли в истине. Вот что имеет в виду Павел, говоря, «По уму будьте совершеннолетними». Мы можем быть сильными в истине и эффективно бороться с непослушанием. Как же мы можем расти духовно? Это основной вопрос данного урока. Давайте прежде всего рассмотрим физический и умственный рост. От чего зависит физический рост? Кто-нибудь здесь знает это? Ответ — от времени. Я никогда не видел двухлетнего младенца ростом метр восемьдесят, потому что физический рост ограничен рамками времени. Требуется 16, 17, 18 лет, чтобы достичь роста взрослого человека. Правильно? Если посмотреть на интеллектуальный рост, то ограничен ли он временем? Нет. Я знаю 14-летних, которые закончили среднюю школу. Я также знаю 15-летних, которые не закончили среднюю школу. Итак, интеллектуальный рост не зависит от времени. Он зависит от изучения и учебы. Вы переходите из первого класса во второй и третий. Вы не можете из первого класса перейти в десятый. Вам нужно пройти все ступени, но вы можете пройти их медленнее или быстрее. Итак, интеллектуальный рост — это вопрос изучения и учебы. Духовный рост. Ограничивается ли он рамками времени? Нет. Мы знаем людей, которые родились свыше в церкви год назад и уже являются великими в духе. Есть и такие, кто родился свыше 20 лет назад и по-прежнему носят духовные памперсы и создают суету в церкви. Они требуют заботы. Вы со мной? Итак, духовный рост не зависит от времени. Зависит ли он от изучения и учебы? Нет. Фарисеи знали наизусть пятикнижья, но когда Сын Божий изгонял дьявола, у них на глазах они даже не узнали его. Это не связано с учебой. Но от чего же зависит духовный рост? Петр говорит нам «от страданий». Все скажите «страдания». Но подождите, я знаю людей, которые много страдали, и они очень обижены. Правильно? Поэтому здесь есть еще один ключевой момент, который можно найти в послании к евреям, глава 5, стих 8, где автор говорит «хотя он и Сын, однако страданиями навык послушанию». Непримечательно ли то, что Иисус не принес послушание на землю, но должен был научиться Ему? И каким образом Он научился Ему? Страданиями. Как же мы растем духовно? Истинный духовный рост приходит не тогда, когда светит солнце, и все чудесно, но когда весь ад восстает против вас, и вы решаетесь все равно слушаться Бога. Вот тогда растут наши духовные мышцы, и мы становимся зрелыми. Очень легко слушаться Бога, когда о вас все хорошо отзываются. Когда у вас все в порядке с деньгами, здоровьем. Но что бывает, когда весь ад восстает на вас? Как вы реагируете, и как ведете себя в этих обстоятельствах? Вот когда мы растем духовно, когда мы можем слушаться Бога, даже если весь ад восстает на нас. Иосиф является наилучшим примером послушания в Писании. Иосиф был одиннадцатым сыном Иакова. Если вы помните, у Иакова было двенадцать сыновей. Помню, как однажды, словно свет загорелся внутри меня, я очень счастлив иметь четверых сыновей. Однажды я посмотрел на Лизу и сказал, Лиза, у Иакова было двенадцать сыновей. Пусть у нас тоже будет двенадцать сыновей. И моя жена одарила меня своим сицилийским взглядом и сказала, Так у него же было четыре жены. Я подумал, правильно, совершенно верно. Иосиф был одиннадцатым из двенадцати сыновей. Иосифа не любили братья. Писание объясняет почему. Потому что он был сплетником. Об этом говорится в Бытие 37 стих 2. Он также был хвастлив. Об этом говорит 5 стих. И отец выделял его и сделал ему разноцветную одежду. Иосиф и братья конфликтовали. Верно? Но наступает день, когда Бог дает Иосифу пророческий сон. И в этом сне он видит, что поднимается до позиции власти и лидерства, и братья служат ему. Проснувшись, он с радостью делится сном с семьей. Но братья не разделяют его радости. Они еще больше ненавидят его. Когда он ложится спать, то видит аналогичный пророческий сон. На этот раз солнце и луна и звезды поклоняются ему. Он просыпается и опять с радостью рассказывает всем сон. Этим он вызывает гнев братьев. Наступает день, когда братьям нужно отправляться в путь, чтобы пасти и кормить овец отца. Они уходят далеко от дома. Они отсутствуют долгое время. Иаков смотрит на Иосифа и говорит, сходи проведай своих братьев. Иосиф отправляется в путь, ищет братьев повсюду и наконец находит. Он идет к ним, братья видят его. И они говорят, вот идет циновидец, муж Божий с призванием на своей жизни. Наш блистательный лидер. Человек с видением с небес. Давайте убьем его и посмотрим, что будет с его с нами. Они хватают его, срывают одежду, окунают ее в кровь барана и бросают его в глубокий ров. Кто никогда не слышал этого, обычно я говорю, что ров на английском означает подготовку проповедников. Итак, они бросают его в ров и думают, мы оставим его умирать там, и все будет прекрасно. Нам не придется терпеть этого юнца с его мечтами о властвовании над нами. Все чудесно. Прошло несколько часов, мимо проходит караван измаильтян. Они направляются в Египет для торговли рабами. Иуда, четвертый брат, говорит, послушайте, ребята, подождите минутку. Если он умрет здесь, то хорошо, его не станет, но у меня есть идея получше. Давайте продадим его в рабство. Мы выручим за него деньги. И это то же самое, как если бы он умер. Братья говорят, прекрасная мысль, Иуда. Так и сделаем. Итак, они продают его каравану измаильтян в рабство. Вы должны понять кое-что. Мне кажется, американцы упускают здесь то, что в то время, если вы были наследником очень богатого человека, то было очень важно унаследовать его имя и продолжать его род. Вот почему мужчины всегда переживали, если у них не было сыновей. Так? Сегодня мы не испытываем подобных чувств, но в те времена так было у мужчин. Вот почему Авраам впал в такое уныние и сказал, у меня нет сына, у меня нет наследника. Верно? И вот Иосифу надлежало продолжить рот Иакова, Исаака и Авраама, но его братья продают его в рабство. В те времена, если вас продавали в рабство, вы становились рабом до конца жизни. Ваша жена будет рабыней, дети станут рабами. Одно дело родиться рабыней, но совсем другое дело родиться наследником очень богатого человека, имевшего завет со всемогущим Богом, и лишиться всего этого по вине собственных братьев. Невероятно. Ничего хорошего. Итак, его привозят в Египет и продают одному из царедворцев фараона по имени Патифар. Иосиф начинает служить рабом Патифара, и так проходит год. Проходит два года, три года, и из дома нет невесточки. То, чего он боялся больше всего, что его братья объявят его мертвым, наверное, произошло, и он потерял всякую надежду на то, что отец спасет его. Он предполагает, что отец оплакал его и теперь живет своей обычной жизнью. Итак, теперь он раб, но хорошее во всем этом — это то, что Бог благословляет его и дает ему успех. И теперь Иосиф становится начальником над всеми слугами дома Патифара, и так проходит десять лет. Но со временем начинается назревать нечто злое. Жена Патифара начинает бросать томные взгляды на Иосифа. Иными словами, она ему влеклась. Библия говорит, что она начала ежедневно подходить к нему. Не время от времени, а каждый день. Следует помнить, что эта женщина одета наилучшим образом, источает чудесный аромат и исполнена обольстительным духом. Каждый день она говорит Иосифу, «Переспи со мной». Мне очень нравится ответ Иосифа. Он говорит, «Ты его жена. Как я могу подорвать его доверие и согрешить против Бога?» Это Бытие 39.9. Наконец наступает день, когда они остаются одни в доме, и она хватает его за одежду со словами, «Ну давай же, дома никого нет. Никто не узнает. Ложись со мной». Он говорит, «Да запретит мне Господь». И делает то, что верит Библия. Он поступает так, как предписывает Слово Божье. Он бежит от сексуального греха. Пока он убегает, она хватается за его одежду. Одежда рвется, он выбегает из дома на гимн. Она оскорблена, и теперь ее похоть превращается в гнев. И она кричит об изнасиловании. Теперь его обвиняют в том, от чего он бежал. Его бросают в темницу фараона. Наши американские тюрмы — это гостиницы по сравнению с темницей фараона. Я бывал в американских тюрьмах. В них есть баскетбольные площадки, есть фитнес-залы, есть приличная пища, есть телевизор. Но я также бывал в старинных средневековых темницах. Обычно их высекают из камня под землей. Потолки ниже полутора метров. Библия говорит, «Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось Слово его». Слово Господне испытало его. Этот юноша находился в темнице. И знаете, что заключенным в темницах дают так называемый хлеб скорби и воду скорби. Там очень легко умереть. Там дают совсем немного его, просто чтобы узник не умер. Иосиф проводит два года в той темнице. Можете представить, какую душевную борьбу он перенес там? Я имею в виду мысли, которые одолевали его в той сырой темнице. Я бывал в таких местах. Там нет солнечного света. Вы понимаете? Там даже стоять в полный рост невозможно, потому что высота стен меньше полутора метров. Можете представить себе это? У него была уйма времени для размышлений. Можете представить себе, как атаковал его разум враг. Я служил Патифару и его дому верой и правдой более десяти лет. Я был предан Патифару больше, чем его жене. Я оставался верен Богу и моему господину, ежедневно избегая сексуального греха. Какую же награду я получил за мое послушание? Темницу. Почему я не повел себя, как нормальный мужчина, и не насладился этой женщиной? Если бы я переспал с ней, пока никого не было в доме, никто бы не узнал, и я бы не оказался в темнице. Если бы он допустил такие мысли, то они утянули бы его вниз. Разве это любящий, верный Бог, который заботится о послушных Ему? Какой же он верный? Он жестокий к своим слугам. Он позволил нечестивым процветать и торжествовать, пока я нахожусь в мучениях из-за своего послушания. Что толку слушаться Бога? Он отдает мне сон о моей позиции лидера, я делюсь сном, и чем это заканчивается? Рвом и рабством. Затем я послушался Божьего Слова и бежал от сексуального греха. И что я получил в награду? Темницу. Похоже, чем больше я слушаюсь, тем хуже складывается моя жизнь. Служение Богу — это насмешка. Мы с вами читали конец истории. У него не было книги бытия. Он не читал ее. Он находится в темнице больше двух лет. Иосиф имел ограниченную свободу в жизни, но у него оставалось право выбирать свои мысли и реагировать на происходящее. Мог ли он испытывать горечь? Мог ли он ожесточиться, оскорбиться и пренебречь словом Бога? Стал ли он замышлять месть и поддался ли ненависти, которая стучалась в его сердце? Стал ли он надменным и циничным? Оставил ли он всякую надежду на исполнение обетования, лишив себя последнего шанса? Сопротивлялся ли он или отдалялся неправильными эмоциями и мыслями? Я почти уверен, что пока все это не закончилось, Иосифу и в голову не приходило, что это было частью Божьей подготовки к его будущему руководящему посту. Иосиф научился послушанию через страдания. Его мышцы послушания были напряжены до предела, как будто на него взвалили огромную штангу. В то время, как голос с небес становился еле слышным. Давай! Давай! Прислушался ли он к голосу рассудка и поддался ли давлению со стороны врага, кричащего в его разуме? Для Иосифа основным вопросом по-прежнему были его братья. Я уверен, что он не раз за те два года думал о том, что жизнь была бы другой, если бы братья не продали его. Как часто мы с вами боремся с теми же мыслями? Мы думаем, если бы не мой начальник, меня бы повысили, а не уволили. Если бы не мой бывший муж, я бы не сидела здесь без денег сейчас. Если бы меня не оклеветал на работе этот человек, я бы не потерял работу и меня не попросили бы съехать со съемной квартиры. Если бы мои родители не развелись, у меня была бы нормальная жизнь. Этот список практически бесконечен. Очень легко обвинять людей в собственных несчастьях, и вы представляете себе, насколько удачнее сложилась бы ваша жизнь без этих людей. Но правда в том, что эти мысли лишь ослабляют ваше сопротивление тому, что в конечном итоге повредит вам. Мне нужно повторить это. Но правда в том, что эти мысли лишь ослабляют ваше сопротивление тому, что в конечном итоге повредит вам. Настоящая угроза заключается не в тяжелых обстоятельствах, но в неверных убеждениях и мыслях, которые подкрадываются к нам во время несчастья. Я повторюсь. Настоящая угроза заключается не в тяжелых обстоятельствах, но в неверных убеждениях и мыслях, которые подкрадываются к нам во время несчастья. Мы должны быть неотступными в нашем веровании и твердыми в сопротивлении любой логике, противоречащей Его Слову. Эта истина должна прочно утвердиться в сердце каждого из нас. Ни один мужчина, женщина или бес не могут вывести нас из воли Божьей. Наша судьба только в руках Бога. Братья Иосифа намеренно пытались уничтожить мечту, данную ему Богом. Это не было несчастным случаем. Это было задумано. Они специально сделали это. Они намеренно попытались уничтожить призвание на его жизни. Они не хотели, чтобы была хоть малейшая возможность для него руководить ими. Вы думаете, когда они продали его в рабство, то застали этим Бога врасплох? Давайте задумаемся над этим. Не думаете же вы, что когда братья продали его в рабство, Бог был застигнут врасплох? Можете ли вы представить себе, как отец Бог смотрит на Сына и Святого Духа в замешательстве и говорит, «Что же нам теперь делать?» Посмотрите, что сделали братья Иосифа. Они разрушили наши планы для его жизни. Мы должны придумать что-нибудь, есть ли у нас запасной план. Это звучит очень глупо, не так ли? Но основная масса христиан реагирует на кризисные ситуации так, что можно подумать, что именно это и происходит на небесах. Можете представить себе, как отец смотрит на Иисуса и говорит, «Иисус, пастор Боба только что выгнали из его деноминации, потому что он помолился за исцеление больного. Нет ли у тебя другой церкви для него?» Или он говорит так, «Иисус, у Сары с детьми нет денег, потому что ее муж, Джефф, развелся с ней и не платит алименты». Кроме того, экономика в упадке, у нее нет образования, навыков и опыта работы. Что же нам теперь делать? Это звучит очень глупо, когда произносишь вслух, не так ли? Я сказал, что это очень глупо. Если бы Иосиф был, как многие из нас, знаете ли вы, чем бы он занимался в темнице эти два с половиной года? Он бы замышлял месть. Вот как бы он думал, если я выберусь из тюрьмы, я заставлю их заплатить за все. Я найму лучших адвокатов, подам на них в суд и отсужу у них все до последней копейки. Или еще лучше, зачем тратить время и деньги? Я просто убью их. Я подстрою несчастный случай так же, как сделали они. Если бы Иосиф размышлял таким образом, Богу пришлось бы оставить его гнить в темнице, потому что иначе он бы вышел оттуда и убил 10 из 12 колен Израиля, в том числе Иуду, от которого произошел Иисус. Да, это так. Эти парни сделали с Иосифом то, что сделали. Речь не идет о злобных, мирских хананитянах, язычниках, грешниках. Речь идет о его родных братьях. Вы со мной? В течение 21 года данный Богом Иосиф Усон так и не сбылся. 21 год, но он все-таки сбылся потом, потому что Бог верен и исполняет свои обещания. Сколько и христиане сдаются, когда не видят ответы на молитвы в течение трех лет? Трех месяцев? Или даже трех недель? Не говоря уже про 21 год. Вы все еще здесь? И потом в этом обвиняют Бога. Но ведь не Бог убивает мечту. Нам необходимо долготерпение, неотступность, чтобы слушаться, и эта мысль доступна нам в Божьей благодати. Вы можете сказать на это аминь. Как уже говорилось ранее, ни один смертный мужчина или женщина и ни один бес не могут остановить Божий план для вашей жизни. Если вы утвердитесь в этой истине, это сделает вас непобедимыми. Но есть только один человек, который может увести вас от Божьей воли. Это вы сами. Если посмотреть на Израиль, то, согласно Божьему плану, они должны были войти и унаследовать землю обетованную. Но они непрестанно роптали, жаловались, вынашивали неверные мысли, неверные идеи. И эти неправильные мысли, неправильные идеи стоили им их судьбы. Они сами вышли из Божьей воли для их жизни. Ни один мужчина, женщина или ребенок не способны вывести вас из Божьего плана для вашей жизни. Только вы можете сделать это. И последняя мысль относительно Иосифа. В начале своей жизни он был хвостуном и сплетником, несколько высокомерным, но его послушание истине приготовило его для позиции лидера, уготованной ему. Позвольте заметить еще кое-что. Я хочу, чтобы вы внимательно задумались над моими словами. Бог дает Иосифу сон о будущей позиции лидера. Его братья будут служить ему. Его бросают в ров, затем продают в рабство на 10 лет, затем его бросают в темницу. Позвольте сказать кое-что. В темнице Бог испытывал Иосифа серьезнейшим образом. И знаете, каким было это испытание? Он привел туда двух узников. Виночерпи и Хлебодара. И эти мужчины подошли к нему и сказали, «Ночью мы видели сны». Что было испытанием для Иосифа? Мог ли он возвестить верность Божью тому Виночерпи и Хлебодару, когда сам не видел ни капли Божьей милости в своей жизни более чем 12 лет? Задумайтесь над этим. Бог говорит, «Ты будешь правителем, и твои братья будут служить тебе». Из рва он попадает в рабство, а потом в темницу. И за это время его братья ни разу не служили ему. Он все больше удалялся от обетования. Может ли он возвестить верность Божью Виночерпи и Хлебодару? Если бы у него были мысли, о которых я вам говорил, знайте, что бы он сделал. Он бы посмотрел на них и сказал, «Вы видели сны ночью? Однажды я тоже видел сон. Оставьте меня в покое». Он бы умер в той темнице со словами, «Бог не верен, он не выполняет свои обещания». Но Бог верен. Он обязательно исполнит свои обетования. Иосиф мог бы поступить как Израиль. Он мог бы потерять свою судьбу. Виноваты были бы не его братья, а он сам, потому что он неправильно мыслил. И он не смог бы наказать непослушание, когда и исполнилось его послушание, как говорит Павел во втором послании к Коринфянам в 10 главе. Интересно, сколько раз мы бываем на пороге своего урожая и допускаем неправильные мысли? Таким образом, мы упускаем урожай, приготовленный нам Иисусом. Мы уничтожаем его своими неправильными мыслями, неправильными эмоциями, убеждениями и предположениями. Не поступайте так. Когда ад восстает на вас, когда все идет не так, неважно, сколько недель проходит, неважно, сколько месяцев проходит, выдержав все, стойте. Вы должны устоять в истине, потому что истина выдержит испытание временем. Его ноги заключены в оковы, руки сковали цепями, но он не поколебался. Он неотступно держался за обетование, потому что, пока не исполнилось время, слово Господа испытывало его. Посмотрите на слова Петра в первом послании Петра, 5, 9 и 10 стихи. Противостойте ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же, всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по коротковременном страдании вашим досовершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Какие слова? Что означает слово «совершить»? Оно означает восстановить или полностью отремонтировать, настроев или отрегулировав. Утвердить означает поставить прочно, решительно повернуть в определенном направлении, закрепить, установить, расположить надежно. Укрепить означает утвердить или укрепить в духовном познании и силе. Соделать непоколебимыми означает заложить основания, в буквальном смысле воздвигнуть. Что совершил Бог через все эти страдания и несчастья? Бог подготовил Иосифа к тому, чтобы он стал одним из величайших лидеров в Ветхом Завете. У него была возможность отомстить своим братьям, когда они вернулись, но он не сделал этого. Он благословил их. Он благословил их вдвойне. Он сделал то, о чем говорит Иисус в Новом Завете. Иосиф – один из величайших прообразов Христа в Ветхом Завете. Один из моих самых любимых героев во всем Ветхом Завете. Иосиф и Даниил – это два потрясающих мужа Ветхого Завета. Позвольте напомнить вам, что на все потребовалось 21 год, потому что он провел в рабстве 10 лет, два года в темнице, а затем были 7 лет хорошего урожая и два года плохого урожая. Посчитайте все эти годы и получите 21 год ожидания исполнения обетования. Но Иосиф был послушан Богу все это время. Он твердо держался за обещанное ему. Он был неотступным. Увидимся на следующем уроке. Во время 11 урока «Неотступная молитва» вы узнаете, как молиться эффективными молитвами и добиться, чтобы в вашей жизни происходило то, что кажется невозможным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok